друзья всем привет по вашим просьбам мы рассмотрим вязание еще одного детского жакета этот жакет тоже без пуговок у нас вот с таким нахлёстиком небольшим но вы точно так же как и вот в прошлом видео по жакету можете на нем сделать пуговки да то есть как он будет удобно этот жакет удлиненный вот у меня такой вот удлиненный я сейчас ставлю фотографию этого жакета на мирославе связаны из пряжи drops air да там как раз у нас идет 150 метров 50 грамм вязала я на спицах четыре с половиной чтобы немного было плотнее но кстати вязала я его уже по моему если я не ошибаюсь полтора или может быть около двух лет назад вот он кстати в отличном состоянии и она его активно носила и носит поэтому кто вот говорит что пряжа drops air не очень хорошая есть такие ну немного таких вязальщиц но вот говорят что да не очень то вот мне кажется что пряжа отличная потому что она и для деток подходит и видите и катышка особо и нет то есть для меня я вообще считаю что это пряжа очень хорошая и она достаточно бюджетная расход экономичный и в целом как бы она мне нравится то что особенно она подходит новичкам я ее всегда рекомендую потому что когда вы из нее вяжете здесь не наблюдается какая-то рядность да вот и кажется что полотно ну вот все ровно и профессиональный качественно связано поэтому и сегодня мы поговорим о жакетике связанным из drops air так что это пряжа есть у многих и кстати вот ее длина 150 метров на 50 грамм тоже можно будет найти какие-то аналоги подходящие если все-таки drops air у вас нет возможности или приобрести сейчас такое время да что только все в онлайн магазинах вот поэтому принципе можно найти аналоги я сейчас скажу чуть позже про плотность вязания и под видео вы найдете ссылочку на мой сайт где вы сможете прочитать статью по подбору пряжа для инструкции то есть когда как правило очень часто в инструкциях задана определенная плотность вязания или вяжется она из определенной пряжи но пряжа не всегда есть наличие а вот плотность вязания мы можем попробовать поискать да с вами пряжу подходящую и так значит на сегодня мы рассмотрим детский жакет размер 78 лет если в прошлых двух видео по детским изделиям мы рассматривали возраст 3456 то в этот раз 78 лет значит у меня на этот размер 78 лет удлиненный жакет это даже можно сказать как такой кардиганчик ушло 5 моточков drops air так это на 78 лет именно достаточно большое изделие значит плотность вязания у меня 19 петель и 30 рядов если у вас будет что-то примерно хотя бы не расстраивайтесь там 18 петель или 20 петель на 30 рядов или на 31 32 ряда то есть что-то в районе вот этой цифры то вы можете смело вязать потому что это достаточно свободный жакет кардиган до который там не будет это сильно заметно вот так значит что сейчас давайте поговорим о том как вообще мы его будем вязать и как он вяжется значит я себе здесь шпаргалочку нарисовал как смотрите мы имеем несколько деталей у этого жакета мы имеем спинку это вот половина спинки у нас мы имеем перед вот он так выглядит это плечо а это вот как раз у нас как бы воротник такой шалевидный да вот он переходит вот так вот он идет связаны и вот эти вот части отвязаны потом они сшиты но мы сейчас к этому вернемся значит перед у нас и рукав два рукава вот есть несколько вариантов как вы можете связать но я буду рассказывать о том как вязала я можно связать отдельно спинку отдельно правую левую полочку и два рукава да и все это втачать и сшить вот я вязала значит на круговых спицах вместе правую полочку спинку и левую полочку да то есть когда у нас вот это вот например одна полочка потом этот например спинка и это другая полочка и вот я вязала поворотными рядами до проймы у меня допустим здесь пройма начиналась я вязала потом я разделяла вязание разделяла вязание вот здесь вот у нас в определенных местах то уже вязала отдельно спинку и потом полочки то есть вот примерно так вот и поэтому и вот это описание я буду вам давать по петлям именно на такой способ вязания вот его можно пересчитать конечно будет и на отдельное но это уже но это очень просто поэтому я думаю что кто хочет отдельно связать тот разберется как это делать и так значит мы с вами вяжем давайте посмотрим на само изделие вот видите нет здесь швов полочка у нас получается спинка и другая полочка до проймы отвязана сейчас поправлю что видно было до проймы отвязана вот отдельность связана спинка отдельно связаны полочки потом связаны рукавчик видите та чем сюда еще кстати вот в конце я обрабатывала кардиган вот такими цветочками эти мастер-класс на вязание этих цветочков у меня входит в инструкцию по вязанию этого жакета кстати она есть на сайте и она есть на все размер по моему от полутора до десяти лет если кому то интересно вот но я дам ссылочку на это видео чтобы вы перешли с этого видео уже туда и посмотрели как же как же вяжутся вот такие цветочки и как оформляется у нас шакет так что переходите оставлю здесь или под под самим видео ссылку на 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 вот эти на обработку на вот эти цветочки крючком и кстати как там по моему там есть я уже давно делала я уже точно все не помню но помню там есть и пришивание вот этих вот пакеток так что вот посмотрите и так где мою пар галочка посмотрим итак смотрите мы набираем 154 петли для размера 78 лет и устанавливаем маркеры после 40 40 петли и после 114 петли то есть как раз эти петли будет отмечать боковые швы у нас с вами далее мы вяжем на высоту 6 рядов это у нас резинка далее мы разделяем вязание таким образом вот смотрите у нас здесь есть вот такая вот планочка которая представляет собой резинку один на один и и вот для размера 78 лет вот эта резиночка она составляет двадцать одну петлю то есть когда вы свяжете на шесть рядов вашу у меня здесь меньше отвязано по моему но я все-таки советую чуть больше вот эту вот сделать нашу план куда резиночку вот эту когда вы отвяжите эту резинку вам нужно поставить маркер чтобы не ошибиться и отмерить двадцать одну петлю для каждой планки вот для этой планки из люк с другой стороны для планочки да и уже вязать ее резиночкой один на один потому что она достаточно такая фактурная получается мне она очень нравится что она здесь есть но можно ее не делать опять же но дело в том что она выделяется ведь переходит воротничок и как-то даже так вот прям вот так что смотрите сами если будете устанавливать маркеры и вязать эту планку то от края отмеряйте двадцать одну петлю ставьте маркер значит что мы делаем потом мы вяжем все это наше добро на высоту двадцать девяносто восемь рядов когда мы с вами связали на высоту девяносто восемь рядов мы уже отделяем отдельно планочку у нас маркер стоит да и будем вязать отдельно планку отдельно спинку и отдельно следующую другую планку так потом что мы с вами делаем мы с вами вот связали девяносто восемь рядов а вот они мне здесь схематично показано чтобы вам было понятно и дошли до пройма начинаем вязать спинку советую начать вязать спинку вяжем спинку на высоту сорок восемь рядов вот они у меня здесь помечены и начинаем с 49 рядом смотря как у вас ряд будет лицевым как вы начали считать просто отсчет можно делать от если вот отсюда как первый ряд наборный а можно как второй ряд после набора считать первым поэтому тут все по-разному считают но горловину мы начинаем сказать лицевого ряда значит убавляем центральный 16 петель потом 7 2 1 1 петля то есть вот и это таким образом мы закроем одну сторону горловины то есть 16 центральных петель а 7 2 и 1 петля относится к одной части горловины с другой стороны будет закрыт то же самое количество петель так по поводу закрытия горловинки сейчас отдельно скажу говорю в каждом видео но думаю что в этом тоже нужно сказать потому что я думаю что есть новички которые не совсем понимают как это сделать да для вас скажу отдельно так а кто понимает смотрите дальше расскажу со 51 ряда параллельно закрытием горловины вы закрываете петли плеча скрывать сначала 7 петель потом 66 петель и так с другой стороны зеркали так давайте теперь поговорим где-то здесь не было так съемки нет ну ладно так 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 вот смотрите если мы тут схематично представим что у нас продолжение есть а тут плечо то получается что когда мы с вами довязываем до нужного ряда мы убавляем 16 центральных петель то есть это 8 петель которые относятся к этой стороне и 8 петель которые относятся к этой стороне горловины затем мы каждую часть горловины скрываем отдельно то есть мы закрыли 16 петель и далее поехали закрывать вот эту сторону прямыми обратными рядами вот так вот вяжем закрываем плечо в начале изнаночного ряда начале лицевого горловину начале изнаночного плеча в начале лицевого горловины да потом переходим к этой части горловины и плеча и также закрываем получается такой по спиральки так вставлю сюда видео как закрывать петли горловины пройма без вот это перетяжки которые образуются так что у нас еще по спинке все мы закрыли своем гравлину плечи все здесь у нас нет проблем теперь мы переходим к закрытию правой или левой полочки они сгораются зеркально поэтому поговорим об одной то есть мы также на 98 рядов у нас отвязана до полочка мы приступаем к закрытию вяжем на высоту 50 рядов 50-м ряду мы или 51 где у вас будет лицевой ряд начинаем приступаем лицевой или изнаночной потому что для каждой стороны закрытие плечей будет своем ряду то есть если смотрите вот полочка для вот этой полочки закрытие петель плеча у нас будет идти в начале изнаночного ряда да то есть мы будем закрывать там 766 петель а вот для этой стороны у нас уже закрытие петель плеча будет в лицевых рядах начале лицевого ряда вот поэтому я и говорю вы начиная с 50 или 51 ряда приступайте к закрытию петель плеча также закрываете 766 петель для другой стороны зеркали и отвязываете вот эту планочку на высоту 27 рядов все в общем здесь все просто теперь смотрите у нас есть с вами рукавчик мы рукавчик набираем 42 ряда если вы будете вязать способом и джеку ох 42 петли они ряда 42 петли вы набрали по кругу если будете вязать если не по кругу то тоже сорок две петли вот потом вы вяжете на 21 ряд высоту но вот этот рукавчик у меня с подворотом поэтому он я его сделал с подворотом поэтому на 21 ряд то есть если вам это не нужно смотрите тогда может быть провязать вам ваши же 6 8 10 рядов так и дальше у нас что дальше у нас идет скос рукава поэтому нам нужно сделать прибавки с одной и с другой стороны и мы делаем прибавки в десятом двадцатом тридцатом сороковом 50 60 70 80 90 и 100 ряду то есть сколько раз раз два три 4 5 6 7 8 10 раз 10 прибавок нам нужно сделать по одной петли с каждой стороны и далее мы провяжем еще четыре ряда вверх и потом закроем все петли смотрите если вдруг для вашего ребеночка потому что окружность груди у нас здесь на 7 8 лет я заложила 67 сантиметров но как правило у нас большинство деток они не полненькие например худенькие и получается что широковат кардиганчик и соответственно рукавчики получаются длинненькие поэтому либо вяжите сверху вниз чтобы точно не ошибиться с рукавом либо отвяжите здесь 6 рядов и дальше как нам но если что потом надо вяжите еще то есть вот смотрите какой тут вариант потому что с рукавом может быть проблема если по длине в принципе по ширине проблем не будет потому что из кардиганчика он такой свободный вот то по длине рукава может быть длиннее и к тому же рукав он всегда вытягивается больше чем потом уже после вязки вытягивается больше чем само изделие поэтому вот с рукавом будьте аккуратны сразу вас предупреждаю ну что после того как вы связали рукава полочку и спинку вы выполняете плечевые швы я вот здесь выполняла петля в петлю по закрытым петлям надо тоже оставить вам видео вот здесь вот я кстати не очень аккуратно выполнила мне не нравится тоже здесь по закрытым петлям вот но но мне не нравится и но я не стала переделывать потому что это было изделие на продажу для себя и здесь у меня такой милый бантик в общем ничего не бросается в глаза вот так что смотрите может быть другой по открытым петлям просто выполнить соединение чтобы аккуратно было значит затем я вшила рукав но вшивал я его на машинке вот плечевые швы рукав вам нужно будет сделать и и вот вот эти соединение деталей горловинки все далее вы стираете изделие обязательно после того как вы его отвязали и вообще вот все изделия которые у меня связаны руками я конечно стираю вручную по моему нет еще ни одно изделие не стирала в машинке если она попадала машинку то как правило она всегда садится потому что мы вяжем с вами из натуральных тканей это если из специальных на пряжи которые пригодны для стирки вязать то тогда конечно можно стирать в машине а так конечно руками и раскладываю раскладываю на полотенце сворачивала вот полотенце впитывает всю лишнюю влагу и потом просто раскладываем на сухом полотенце или на батарее но тоже на чем на чем-то чтобы лежало изделие потому что вытянется если батарея такая знаете как раньше советское время было если нет прямая то все равно нам что-то подстелить нужно в любом случае смотрите по вашим возможностям но если будет висеть то вытянется дополнительное изделие а нам это не нужно поэтому лучше сушить вот так вот в горизонтальной поверхности так что еще еще хотела вас попросить о том что если видео понравилось конечно поставьте лайк но я думаю что если видео вам понравится то вы его и так поставите это уже просто какая-то я не знаю нелепая традиция вот но все равно и если есть вопросы то обязательно пишите задавайте я постараюсь вам помочь если буду в силах ответить на ваш вопрос если он будет в рамках моей компетенции вот поэтому девчонки спасибо за внимание за то что посмотрели это видео ну в следующий раз ждите другое будет что-нибудь другое не знаю пока это будет детское изделие или взрослая вот но что-то точно будет поэтому ждите обязательно все всем пока